В суде продолжаются слушания по нашумевшему делу о сотрудниках Новорингойской полиции. Напомню, в феврале этого года двоих силовиков задержали при получении взятки от хозяйки незаконного игорного клуба. За 150 тысяч рублей они должны были не замечать подпольное казино, которое работало в одном из гаражных кооперативов, а в дальнейшем крошевать нелегальный бизнес. Один из соучастников до суда не дожил. При попытке сжечь уголовное дело он сам получил травмы, от которых позднее скончался в больнице. Сегодня участники процесса заслушали показания хозяйки подпольного казино. Наталья Худяева из зала суда. Сегодня в зале суда заслушивают показания главного свидетеля по делу. За трибуной бывшая хозяйка подпольного казино. Все произошло в начале февраля этого года. Купив 10 игровых автоматов, бизнес-леди решила обогатиться. Как только нелегальный бизнес начал приносить прибыль, к женщине нагрянули силовики. Вечером стучались, у меня там камера, двое уши. Я подошла к дверям, спросила кто-то. Мне сказали свои. Ну, я как бы думала, свои как бы игроки. Открыла дверь там. Как бы два сотрудника показали свое удостоверение. Вот молодым человеком, и еще я попермирую. Сотрудниками оказались оперуполномоченные отдела по борьбе с коррупцией Сергей Глыбочка и Игорь Петухов. В гаражный кооператив они приехали проверить факт незаконно организованного игорного клуба. Информация подтвердилась. Вот только изымать аппараты силовики не стали. Смекнув, что можно заработать легкие деньги, полицейские пригрозили хозяйке казино уголовным делом и предложили себя в качестве покровителей. Он сказал, что в дальнейшем будет моя крыша, что ко мне никакие участковые, никакие полицейские не будут подходить, что я буду работать под него. Ну, как бы он будет за мою работу, за меня отвечать. И каждый месяц я должна, это уже дальше он мне сказал, что в размере 100 тысяч каждый месяц. А так я должна была за два часа найти 200 тысяч денег. С таким условием, что на меня не будет уголовное дело. Сумма в 200 тысяч для хозяйки горного зала оказалась неподъемной, сошлись на 150. Но и этих денег на руках у женщины не было. Впоследствии она их отдавала сотрудникам частями. В первый раз обвиняемый и его бывший коллега получили 50 тысяч рублей. Они созвонили со мной, я вызвала такси. Села в такси и поехала, гаражный кооператив, где я работала. Они уже там были в своей машине, стояли, ожидали меня. Я села к ним в машину и передала 50 тысяч рублей, 5 тысяч. Ну, как бы, не на руки, а подлокотник машины. Затем таким же образом передала еще 40 тысяч. К тому времени нелегальный бизнес был прикрыт. Чтобы забыть об этом деле, глыбочкой петухов потребовали женщины оставшуюся сумму. А встречи договорились на субботу, но обвиняемый позвонил раньше. Хозяйка казино сказала, что не может увидеться. В этот момент в ее адрес посыпались угрозы. Испугавшись за себя и сына, женщина обратилась в прокуратуру. Предоставив там записи разговоров с крышевателями, за дело взялись специалисты. 21 февраля глыбочка и петухова задержали. В автомобиле были обнаружены деньги. Между передним пассажирским сидением и водительским сидением располагается бар черного цвета, исполненный из дерева и кожи заменителя. На поверхности бара были обнаружены денежные купюры. Билеты Банка России с достоинством 5000 рублей. Номера, соответственно, приводятся в протоколе. В деле участвовали двое. Деньги делили пополам. На скамье подсудимых сегодня лишь Сергей Глыбочко. Игоря Петухова нет в живых. Поставить финальную точку в деле на этом заседании не удалось. Повторное слушание назначено на 15 октября. В этот же день должны состояться и прения сторон. Наталья Худяева, Андрей Мальцев, служба новостей «Импульс».